В эфире послесловие к новостям. Во Всемирный день книги. Многие как раз отложили книги, чтобы устроить поэтический флешмоб или поучаствовать в конкурсах. Насколько Екатеринбург, читающий город, спрошу обязательно у сегодняшнего гостя, заместителя директора Свердловской областной библиотеки для детей и юношества Нелли Желомединовой. Добрый вечер, Нелли Романовна. Здравствуйте. Ваши вопросы ждем по телефону 222-0041 для абонента послесловия. Ну, я так понимаю, что день чтения это у вас каждый день? Ну, у нас безусловно. В вашей библиотеке. Ну, мероприятие в основном было направлено на детей, подростков, молодежь, потому что были такие достаточно развлекательные мероприятия, это и флешмоб, и конкурс скорочтения. Именно так можно заставить ребенка оторваться от планшета и взять в руки книгу. Ну, на самом деле, вот я убеждена, что ребенка не надо заставлять читать, потому что всегда существовали читающие дети и всегда существовали нечитающие дети. И этот баланс никак не нарушился? Нет, абсолютно не нарушился, просто сейчас дети читают немножко не в том физическом формате и немножко не то содержание у этих книг, которое бы нам хотелось, скажем так. Что читают современные дети? Есть какой-то лидер сейчас, какое-то конкретное произведение, может быть, серия книг. Что пользуется популярностью у современных детей? У современных детей пользуется популярностью мистическая литература, фэнтези. Вот есть две серии книг, это «Зерцалия» и «Часодеи». Вот это вот, по-моему, самые топовые книги у подростков. Вот. Молодежь очень активно читает Марка Леви, но это немножко другого плана литературы. Это литература, скажем так, смешения реалистичности и некой мистики. Поэтому достаточно интересные. Вот здесь достаточно интересные книги, которые оставляют в душе какой-то след. Я сама с удовольствием читаю. И, наверное, вот как-то выбор молодежи более такой... Осознанный. Осознанный, да. Но классика из-под палки, как это было? Это как всегда. Как всегда, но не у всех педагогов. Здесь еще идет речь о педагогах, потому что многие педагоги умеют привлечь ребят к чтению классики, к осмысленному чтению, к творческому подходу. Но библиотека не пустует. Это миф, что стоят полки, полные книг, но их никто не читает. Дети ходят в библиотеку? Безусловно. Причем в последний год, вот буквально с Нового года, наметилась тенденция посещения читальных залов. Если был период, когда в читальных залах подростки, молодежь приходили очень редко, их не было просто, да, то сейчас каждый день около 20 человек посещают читальный зал. Не просто так вот зайти, взять какую-то информацию, а сесть или заглянуть в интернет, да, через Wi-Fi, а сесть и позаниматься с книгой. Либо это учебная надобность, либо художественную литературу как-то переосмыслить. Но это радует, потому что с каждым днем прибывает у нас, скажем так, читатель. Фон библиотеки как пополняется? Насколько часто и как это происходит? Как вы выбираете книги, которые попадут на ваши полки? Может быть, вы читаете какие-то рейтинги, выбираете там новинки, хиты продаж или ваши собственные предпочтения тоже учитываете? Ну, во-первых, у нас есть такая волшебная тетрадь, она называется «Тетрадь отказов». Когда читатель приходит к нам и что-то не находит, это уже сигнал к тому, что эту книгу надо докупить. Если она есть и если ее нет, то обязательно приобрести. Во-вторых, это, конечно, форумы, всевозможные страницы в интернете, где сейчас очень много обсуждается литература. В-третьих, в нашей библиотеке люди все читающие. Мы читаем, обсуждаем, мы читаем литературу не только для себя любимых, но мы читаем и детскую, и подростковую литературу, обсуждаем, обсуждаем, рекомендуем детям, нашим волонтерам, выслушиваем их мнение. И потом, естественно, вот у нас из этого всего складываются, скажем так, заказы на новую литературу. Как часто это происходит, заказы новых книг? Ну, на сегодняшний день мы не страдаем от отсутствия финансов. Область финансирует, нам деньги дают, поэтому мы хотя бы раз в квартал получаем какую-то партию. Потом у нас есть дарители, спонсоры, которые нам что-то преподносят. Читатели с нами очень часто делятся, прочитали книгу и приносят в очень хорошем состоянии новые достаточно издания. Им большое спасибо. Что-то вот иногда набежишь, сам прочитал, ну, дома все равно площади, скажем так. Отнес библиотеку? Да, отнес библиотеку. Поэтому я думаю, что вот с мира по нитке сказать, что голому рубаху нет, у нас великолепные фонды, мы пополняемся очень хорошо. Хочется узнать ваше мнение. Домашние библиотеки до сих пор собирают? Может быть, с вами родители советуются, что купить домой, чтобы обязательно было на полке дома стояло? Или нет сейчас такого? Ну, вот так массово, как было в советское время, сейчас такого нет. Но родители советуются. Вот буквально сегодня у нас была в рамках нашей акции в библиотеке организована торговля по льготным ценам. Подходили родители, спрашивали, чтобы рекомендовали там для ребенка пяти лет, для восьмиклассника. Конечно, у нас специалисты рекомендуют уже и с точки зрения как бы собственного опыта, и с точки зрения того, что читают сами ровесники. Что обязательно к прочтению? Ну, не обязательно, а желательно. Мы не говорим об обязательности здесь. Хорошо. Мы сегодня у наших телезрителей спрашивали их выбор, предпочтение электронной или так называемые живые книги, бумажные, к которым мы привыкли. Что победит? Как вы думаете? Ну, сегодня пока это бумажное издание. Потому что привычно, потому что старшее поколение все-таки еще читает. Но это ненадолго. Гаджеты победят. Потому что они удобнее, они компактнее, можно закачать целую библиотеку, взять с собой. Но и они дешевле, потому что книга сейчас – это дорогое удовольствие. Безусловно. Год литературы в России проходит. Какие еще мероприятия будут в вашей библиотеке, в городе, посвященные именно этому событию? Ну, буквально на следующей неделе, в среду, 14 октября, у нас пройдет Крапивинский фестиваль. Мы приглашаем всех юных граждан, скажем так, на наш фестиваль. Мы приглашаем обязательно родителей, потому что в рамках фестиваля пройдет вручение Международной детской литературной премии имени Владислава Петровича Крапивина. Мы узнаем новые имена, мы откроем для себя новые книги. И поскольку это все-таки достаточно рейтинговое мероприятие, и в литературном мире оно оценивается высоко, то я уверена, что это будут те самые книги для сердца и разума, для наших юных читателей. И вот это то, что нас ждет. Потом 23 октября у нас в библиотеке будут «Шведские гости». Вот, тоже достаточно интересное мероприятие. Это будет «Атташе по культуре». Потом будут библиотекари Швеции. И мы надеемся, что... Это будет обмен опытом своеобразный? Да, это будет обмен опытом. Это будет разговор о культуре, о литературе. Потом, мы надеемся, будет медиамост с кем-то из шведских писателей. Это вот то, что нас ждет в октябре, в ближайшее время. Да. Но хочется узнать, на самом деле, как заинтересовать ребенка в чтении. Это собственный пример, когда малыш видит, вот мама с папой, там, вечером не телевизор смотрит, а взяли книгу, читают. Или, может быть, какие-то, не знаю, издания с яркими картинками, пока ребенок маленький. Как привить эту любовь к чтению? Или это гены, и с этим ничего не поделаешь? На самом деле, на гены не надо пенять, надо просто с ребенком разговаривать. Можно читать, вот сидеть и просто читать, да. Ребенок, конечно, посмотрит, и кто-то будет следовать примеру. Но надо читать с ребенком, надо книги обсуждать, надо пытаться ребенка привлечь к прочтению самостоятельно, потому что можно сказать, вот у меня сегодня глаза устали, прочитай мне, пожалуйста, вот и затрудняет. Можно пойти от противного, запретить чтение, такое тоже с некоторыми ребятами проходит. Срабатывает, да, сказать, нет, все, запрет, табу. Тоже может быть, ну, пару раз почитает, с фонариком под одеялом, а на третий раз его уже можно из-под поля его уже выводить, сказать, ну что ты глазки-то портишь, уж садись за стол. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, за ваши полезные советы. На самом деле, день чтения еще не закончен, впереди вечер, когда вы можете взять книгу с полки и почитать. Это была программа «Послесловие». Хорошего вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!